здравствуйте коллеги в очередной раз встречаемся у нас в эфирах и мы в очередной раз делаем специальный эфир для партнеров для того чтобы рассказать и напомнить в какой-то моменте о тех вещах которые мы можем вместе с вами делать вы знаете когда я верстала опять презентацию понимаю что у меня безумное количество слайдов ровно потому что столько хочется поделиться с вами и я знаю что немало у нас присоединяется новых коллег которые ранее с нами не работали поэтому я уверена что часть информации которую я буду для кого-то уже повторно рассказывает но она в любом случае необходимо тем кто присоединяется к нам впервые мы конечно же поговорим в целом о том как работать с нами и сейчас на старте немножко про технические моменты мы сегодня работаем из зума поэтому мы сможем с вами даже увидеться я предлагаю сейчас кто готов подключить свои видеокамеры и в этом случае я даже смогу вас поприветствовать здесь на нашей такой стене работаю я сегодня из студии мегаполис медиа это наш технический партнер с которым мы работаем уже несколько лет создавая различные эфиры видео онлайн трансляции и конечно я каждый раз радуюсь насколько новые варианты и форматы ребята предлагают для того чтобы наиболее интересно выходить сейчас в эфиры вот я сейчас на старте хочу поприветствовать моих коллег и и обозначить что они вместе со мной в зуме анастасия агенкова ольга крыкова александр лихачев елена елена павлова это коллеги и тамара рева вот так же я вижу но пока без камеры это те коллеги с которым вы можете адресовать свои вопросы уже сейчас в чате пока я буду рассказывать презентацию но сами вопросы сами ответы на вопросы я буду делать уже завершение мероприятия потому что для нас очень важно сделать такой плотный разговор чтобы всю информацию вам отдать после чего мы еще сделаем небольшие экскурсии по студии мегаполис медиа здесь много интересного много нового и уже после этого я отвечу на ваши вопросы хорошо так что не забывайте в чате я уверена что можно там отметиться из каких городов но это такая любимая практика чтобы можно было вначале немножко познакомиться вот ну и вижу что у меня очень разные коллеги уже присоединились ну что ж настя тамара саша оля лена мы готовы до начинать и работать что ж но я готова переходить презентации и там не много слайдов и знаете каждый раз когда я понимаю сколько же всего делает моя команда и сколько мы насколько мы серьезно увеличили возможности проекта это конечно удивляет меня тоже но мы можем таким образом понимать что стараемся откликаться на те возможности вот наши окружающие действительности да и соответственно действовать много со временем почему название на слайде стратегии с энергии с ретел . ру я считаю что правильно работать с нами в долгую да потому что невозможно если вы работаете бить и бисегменте работой вести только ну разовые какие-то активности потому что если мы говорим про разовой активности на соответственно еще будет один раз сделали что-то и она растворилась в обилие информации которую каждый день выдает наш проект поэтому синергия с ретел . ру об этом постараемся в целом и поговорить до достать коллеги помогите мне пожалуйста я не все вижу сейчас на презентации так вот замечательно да больше 22 лет мы работаем с нас на рынке и довольно много уже сейчас выдается информации немножко про статистику специальным образом выделили 2020 год когда у нас случилось пандемии когда очень большое количество людей на пришли в апреле в апреле мая за информацией и но в целом мы сейчас идем в год в среднем четыре с половиной миллиона посетителей у нас за год получается двадцать двадцать второй год он идет чуть чуть лучше чем 21 но двадцатый год нет трудновато будет такой результат вновь достичь потому что но в тот момент у нас в апреле была посещаемость более миллиона 1 миллион триста тысяч посещений у нас было за месяц и это совершенно большие цифры которым мы однозначно ну еще недолго можем прийти но на самом деле не очень хотела бы чтобы у нас резко опять росла посещаемость ситуации когда ну вот такие вот резкие рывки происходят ну вот посмотрите у нас уникальные посетители за год год прирост 40 процентов мы можем опять наблюдать это помесячно а я здесь показываю и вот июль мы уже лучше идем как по сравнению с прошлым годом я думаю что мы закроемся на цифре около 400 тысяч уникальных посетителей так что спокойно можно говорить что среднестатистическая наша годовая посещаем среднестатистическая наша ежемесячно счастьем это 400 500 тысяч ну вот марте вы видели опять у нас был слепс плеск ну понятно из-за каких событий но наверное самое важное на что я хочу обратить внимание это просмотры знаете это тот показатель за которым мы очень внимательно следим для нас очень важно чтобы нас читала думающая аудитория которой больше нужной информации и чтобы мы создавали такую информацию ради которой они приходили не ради одного материала все-таки для серии новостей либо статей и вот с последнего времени мы перешли на достаточно хорошую глубину просочтения мы пришли уже на более чем три просмотра на одного среднестатистического посетителя что позволяет нам очень хорошие показатели давать по просмотрам соответственно приходя к нам как партнер как рекламодатель вы можете понимать что с нами вовлеченная и доверяющая нашему мнению аудитория и да рекаев точку ру это не про скандалы не про интриги не про расследование наша задача отдавать информацию рынку такую которую которую который позволяет вам решать свои ежедневные задачи по развитию своего бизнеса по полу возрастному составу существенных изменений нет у нас плюс-минус скажем так люди работают как приходят те же все таки именно активный деловой возраст активные деловые люди что касается географии вот здесь немножко интересно и это наверное многие отметили у нас ранее не было вот в пятерке вот таких столбиков у нас не было например узбекистана он появился соответственно там действительно сейчас очень активно развивается ритейл и соответственно он здесь проявился средств по направлению компании сильно не меняется нас активно читают ритейлеры производители айти компании производители поставщики оборудования соответственно это те кто в рынке находится да и соответственно помогает обеспечивать создание качественного ритейла и качественных продаж они вот сейчас таким прямоугольничком мне пришлось закрыть правую колоночку, да, потому что здесь у нас находились те сети, которые мы сейчас вынуждены прекратить развивать. И я показываю, как было в прошлом году у нас рост тех каналов, с которыми мы остались, YouTube, Yandex, ZEN, Telegram, ВКонтакте. И что сейчас у нас активно прирос Telegram, ВКонтакте не так активно идет. В YouTube мы тоже активно работаем, в ZEN замечательно тоже нарабатывается аудитория, поэтому это те каналы, в которые мы сейчас вкладываемся и активно работаем именно здесь. И прежде чем я перейду к не менее важным, интересным уже рассказам в целом про проект, я здесь выкладываю файл и слайд, который посвящен маркировке. Да, до нас тоже докатилась эта история, и, соответственно, с 1 сентября 2022 года вступают новые поправки в федеральный закон. Честно, я еще не знаю, как мы будем работать. Мы следим за этим, но, к сожалению, надо признать, что на текущий момент у нас нет четкой информации, как мы действуем. и в связи с этим у меня все-таки не в каждый раз срабатывает слайд, к сожалению, коллеги. О, появилось, да. Значит, сейчас действительно я готовность к проекту очень низкая, мы следим за всей информацией, но я, наверное, к вам, почему я это вкладываю? Во-первых, мы готовимся, мы готовимся, но мы столкнемся с вами, знаете, с чем? С тем, что если ранее с действующими рекламодателями у нас получалось иногда передвигать выпуск материалов на попозже, как-то корректировать документы, договора или еще что-то, то сейчас надо максимально быть собранными, и если мы с вами договорились о каких-то материалах, которые выходят в определенный слот времени, то надо стараться именно в это время и выходить, потому как нам будет очень сложно носить изменения. Так что в данном случае надо готовиться не только нам, но и вам, вот, поэтому тоже следите, пожалуйста, за информацией, мы будем по мере появления какой-то актуальной, конечно же, с вами делиться. Ну что ж, а теперь уже пойдем дальше, и... так, отлично. Карта возможностей портала. В разделе о рекламе вы, в принципе, эту картинку видите, мы с ней сегодня пройдем буквально до конца, будем постоянно к ней обращаться. Это такая, знаете, это наша иллюстрация того, что мы можем вместе с партнером делать. Но в первую очередь мы с партнером предполагаем, да, партнера, что это апельсиновое деревце, которое надо сначала посадить, возрастить, и вот мы, как retail.ru, себя представляем некой такой подготовленной с землей, где удобно растить свои корни, после чего вырастает такое замечательное деревце, которое параллельно создавает цветы и уже приносит плоды. Поэтому я бы очень хотела, чтобы вы поняли в целом, чем может быть полезен вам проект, как на некоммерческой, так и на коммерческой основе. И вот те направления, с которыми мы плотно занимаемся, мы потихонечку пройдем. Значит, но начнем мы с того, что есть раздел бизнес-центр, да, в котором есть новости компании и личный кабинет, и, соответственно, новости компании, это возможность есть бесплатного размещения здесь, но в первую очередь надо говорить о том, что у вас есть доступ в личный кабинет. Коллеги, у меня не с первого раза работает все-таки. Помогайте, да, мне, пожалуйста. Так. О, ну да, любимая история с кликером. Значит, да, вы можете зарегистрировать компанию в бизнес-центре и это очень важно сделать на старте для того, чтобы все материалы, которые у вас будут выходить вместе с нами, вы имели возможность подключать к себе, к вашему личному кабинету и вообще к компании. У нас таких компаний уже много, которые регулярно с нами работают и, соответственно, развивают свои страницы. С некоторых пор мы еще более плотно, естественно, мы для всех торговых сетей подключаем все их материалы, статьи, новости, которые выходят. И, соответственно, если торговая сеть, например, очень плотно много выдает информацию в эфир, то вы спокойно можете зайти и посмотреть по хэштегу по данной компании тот срез с материалов, которые у нас есть на сайте. Такая же история по компаниям, с которыми более плотно работаем или с теми компаниями, которые довольно активно используют раздел новостей компании. Соответственно, в личном кабинете вы можете размещать пресс-релизы, они будут опубликованы в разделе новостей компании и, соответственно, вы спокойно можете увидеть, сколько просмотров было вашего материала, насколько он востребован и интересен аудитории. И важный момент, на бесплатной основе релиза новостей компании не появляются на главной странице, они появляются только на разделе и в целом доступны к поиску. Также мы уже в личном кабинете добавили возможность использовать раздел избранное и глоссарий. Об этом тоже чуть-чуть позже скажу. За раздел бизнес-центр меня отвечает Александр Лихачев, он также с нами сейчас на связи. Если какие-то вопросы, у вас нет личного кабинета, или вы, например, зарегистрировались, но вас по какой-то причине там не активировали, у нас ручная проверка идет, то, пожалуйста, все вопросы адресуйте ему, его электронный адрес есть на сайте, вот у нас, на этой страничке, и, соответственно, он довольно оперативно отвечает. Что касается тех, кто у нас представители торговых сетей, у меня есть специально отдельный сотрудник, сегодня она, к сожалению, не смогла с нами быть, Елена Захаренко, она помогает вести личные кабинеты торговых сетей, и если вы представители именно торговых сетей, то вот ее электронный адрес, пожалуйста, обращайтесь, Елена также поможет вам в каких-то размещениях, до уточнениях, перепривязках и прочих. Что касается дальнейших уже, пойдем, я постараюсь идти довольно быстро, потому что слайдов много и очень много информации, но, знаете, я ранее, я как-то не акцентировала внимание на раздел баннера, но я в этот раз решила, что я на нем акцент сделаю. Почему? Все равно брендинговой задачей надо заниматься, и у нас, конечно же, есть такие возможности, но я хочу обратить внимание на то, что мы работаем через сервис AdFox, и иногда для того, чтобы вам было интереснее с нами работать, вы можете изучить в том числе те возможности, которые позволяют делать AdFox, и в этом случае мы, может, сделаем какие-то с вами нестандартные форматы, соответственно, по ссылочке внизу, которая вам, вся эта презентация будет доступна, мы ее, естественно, же разошлем, по ссылочке внизу есть возможность зайти и посмотреть те форматы, которые есть для AdFox. Наиболее интересное мы, и понятное для нас, мы, конечно же, взяли в работу, но вот если вы понимаете, что что-то новенькое или там нестандартное, или вы умеете такими нестандартными вещами заниматься, то вот имейте в виду, что мы работаем через эту технологию, возможно, мы что-то вместе с вами другое сделаем. Соответственно, что касается баннеров, я здесь показываю стоимость, я же показываю, где именно находятся какие форматы, мы работаем в основной массе в ротации 20% за исключением баннера поплавка, потому что он идет, во-первых, мы его за неделю даем, то есть на большее количество мы не даем, это такой очень активный, сейчас будет картинка, где, соответственно, видно, ну вот мы, например, когда рекламу делали, то есть я вот вывесила буквально на несколько дней и, соответственно, сразу же дополнительные переходы мы и регистрации получили. Соответственно, он вплывает внизу экрана, такой довольно навязчивый, я понимаю, но и такие форматы рекламы тоже должны быть. Соответственно, обращаю ваше внимание, например, на то, что, да, у нас сейчас есть возможность по спецпредложению взять форматы B1, B2 и C2, соответственно, открутить их нужно в этом году, чтобы вот по спецпредложению воспользоваться возможно, найдете какие-то задачи, которые именно брендингового характера требуют. Но вы знаете, баннер B2, который у нас находится внизу всех новостей, статей, он очень тоже популярный получается, и он самый крупный формат на мобильных версиях, а учитывая, что у нас сейчас на мобильных версиях до 55% просмотров у нас уже идет через мобильную версию, то это немаловажно. Ну, а самый популярный у нас формат C1, он очень заметный как на декстопе, так и на мобильной версии, так что имейте в виду, на какие форматы можно и нужно обращать внимание. Что касается дальнейших, ну, конечно, самый большой блок это контент. Конечно же, для нас это самая большая задача, которую мы решаем редакционному вместе с редакцией и количества материалов мы, конечно, выпускаем сейчас очень много. Что касается... Да. Что касается самих материалов, новости, новости компании, это новостного формата, и мы уже говорили, в новости нельзя покупать, новости редакции, только редакция решает, что попадает в этот блок. Мы не продаем новости, но мы можем, например, на коммерческой основе разместить новость компании. Какие-то нюансы, связанные с выводом, это уже, обращайтесь, пожалуйста, к моим коллегам, Тамаре, либо Александру. Ну, понятно, что новости и новости компании это быстрые форматы, которые быстро взлетают, но они быстро уходят, соответственно, в архив. Статьи, фоторепортажи, товар на полку, кейсы, это все форматы, которые долго находятся на главной странице. И, ну, как долго? В зависимости от формата, статьи быстрее проходят, интервью, может быть, даже быстрее проходят, их у нас довольно много. Но, например, товар на полку, фоторепортаж, кейсы, они достаточно долго остаются на главной странице, потому что, ну, по скорости появления новых материалов там чуть-чуть медленнее мы идем. И отдельно у нас теперь такой вот блок видео получился, потому что мы в последнее время, следуя тренду, довольно много занимаемся видеоформатами. То есть у нас это и онлайн-интервью, видеорепортажи, теперь еще и подкасты готовятся, и у нас уже есть активный спрос на это направление. Так что есть куда развиваться, есть где делать контент. Еще раз обращаю внимание, что у нас есть топ-материал за неделю. Он идет по новостному и статей на формате, и это сразу видно, на что максимально обращала внимание наша аудитория. Это в правой колонке сайта показывается, если мы говорим про декстоп. И если мы говорим про сам формат, про оформление материалов, на каждый материал вы можете посмотреть, сколько я его посмотрела. Поэтому, знаете, когда-то мне говорили, зачем вы показываете просмотры, а для меня это индикатор, это то, что вы сами, например, если вы являетесь рекламодателями, сразу увидели, взлетело или не взлетело. Ну и нам, конечно же, удобнее так смотреть, и аудитория, это тоже интересно. Немало материалов у нас набирало больше 20 тысяч просмотров, и это, конечно, иногда так смотришь, ох, побежал материал, но он действительно стал очень интересен на аудитории. И, в принципе, это еще возможность понимать, в каких форматах лучше вам работать, опираясь на уже имеющуюся статистику у нас на сайте. Кстати, здесь, наверное, стоит сразу сказать, что в среднестатистическое мы за полторы-две недели на старте обычных контентных материалов, мы говорим именно про материалы, гарантируем около двух тысяч просмотров. Как правило, мы первые тысячи просмотров набираем за первые полтора-два дня. И какими средствами размещения и продвижения занимаемся? Естественно, наш сайт, у нас раз есть рассылки, у нас есть все соцсети, и в некоторых ВКонтакте мы имеем возможность немножко докачивать, не так эффективно, как ранее в другой соцсети получалось, но достаточно для того, чтобы дополнительную аудиторию, допоказать материалы дополнительно аудитории. По поводу новостей, очередной раз выкладывать чек-лист. Вот то, что я сказала, что в новости невозможно продать, то есть невозможно купить в редакционной новости, но вы можете также спокойно присылать свои новости, которые могут быть интересны нашей редакции. Как действовать? Вот перед вами картинка. Проверьте, есть ли в новости отсылка торговой сети, если вы являетесь поставщиком, и вы пишете про какой-то ваш совместный проект. Если вы сеть, я так понимаю, что точно там будет этот заголовок фигурировать. И если новость не вышла в течение 24 часов, значит, она не заинтересовала коллег. Я очень прошу не звонить по этому поводу мне на мобильный телефон, не беспокоить в этом плане нас вот так активно, потому что в целом у нас практически не стоит спам-защита для того, чтобы не пропускать материалы. Соответственно, мы просто в течение 24 часов, если не вышла, выпускайте уже в новостях компаний. Но у нас все равно премодерация там идет. То есть если мы увидели, что новость явно не соответствует нашему сайту, мы ее деактивируем. Мы имеем на это право и следим за тем, чтобы контент был достойный на сайте. Что касается кейсов, один из самых популярных, сейчас про два формата расскажу, кейсы, товар на полку. Значит, кейсы. Вы знаете, вот этот контент, который, этот раздел, которым порядка 80% контента это на платной основе размещается, но при этом он самый глубокий по просмотрам. Почему? Ну, реализованные задачи всегда интересно посмотреть, как у них, как у других. И, соответственно, в этот раздел буквально очередь стоит из материалов. У нас всегда есть о чем написать. Обращаю в очередной раз, что он у нас есть и это очень рабочий формат. Что касается продолжения этого направления, у нас есть печатная еще версия и, соответственно, там мы часть материалов также можем разместить. Чуть позже будет еще подробность о том, что у нас очередные кейсы планируются выпускаться в сентябре. Так что, если у вас есть какой-то контент, который вы хотите по двум направлениям дать и в офлайн, и в онлайн, то обратите внимание, такой вариант тоже есть. Так что печатный сборник тоже стоит использовать. Товар на полку. Отлично проходит товарную компанию. На самом деле, довольно трудный для нас раздел. Он не первый год нами развивается. В первую очередь, он акцентирован на компании-производителей. И также мы здесь работаем с категорийным менеджерами торговых сетей, описывая некоторые срезы по категориям. Сюда же попадают материалы, например, из World Food Retail Academy, где я уже пятый год буду делать именно специальные сессии по категориям. И, соответственно, здесь таким же образом вы имеете возможность продвигаться. Что касается еще формата, соответственно, товар на полку у нас есть еще видеоформат. И вы знаете, некоторые видео действительно очень хорошо закрепляются. Но единственное, я бы хотела, чтобы, когда мы выпускаем эти видео, за ними все-таки присматривали в том числе и владельцы, ну как, те, ради которых это делается, потому что иногда нам сложно отвечать на те вопросы, которые под этим видео появляются, потому что в эти видео помимо B2B-аудитории приходит еще B2C-аудитория. И, конечно, нам очень важно, чтобы там отвечали соответствующие компании. Вот, поэтому следите, пожалуйста, за своими материалами, если они у нас такие выходили, потому что иногда там можно хорошую активность развить. Что касается еще, ну, немножко про товар на полку, в феврале месяце мы провели специальное мероприятие для поставщиков в разрезе проекта товар на полку. Вы здесь имеете возможность его посмотреть, он у нас на сайте есть. И если вы являетесь поставщиком, то здесь очень детально разобранные возможности именно для поставщиков. Найдите время, поизучайте. Я надеюсь, что у вас какие-то дополнительные вопросы появятся. Помимо меня там участвовали еще ритейлеры, участвовали мои партнеры. Соответственно, надеюсь, что для вас там какая-то дополнительная, не менее важная про продвижение в B2B-сегменте информация будет. Что касается, вот знаете, такой сетки. Вот это некая сетка материалов, когда мы рекомендуем, в каком ритме можно работать. Вот если вы, например, сейчас приняли решение с нами позаниматься, то есть новости компаний взять, там хотя бы раз в месяц размещать. На самом деле, мне кажется, у многих компаний есть значительно чаще возможность выпускаться. и, например, там два-три материала. И в этом случае уже получается контент-стратегия, которая позволяет о себе в разных вариантах рассказать. Каких разных вариантов? Например, вы являетесь поставщиком товаров. Вы можете про себя рассказать в формате интервью, познакомиться с аудиторией. Вы можете рассказать о своем продукте в формате товар на полку. Вы можете в формате видеорепортажа либо фоторепортажа показать свое производство. И таким образом мы уже с вами получаем три материала. И эти три материала между собой будут перелинкованы. А эти три материала по-разному продвигаются в аудитории, цепляют разную аудиторию. Ну, как бы на нашей сайте, через поисковые системы. И таким образом уже есть понимание, что с вами можно и нужно взаимодействовать вот в таком-то ключе. Я всегда призываю думать о том, что если вы приходите к нам с задним материалом, то в одном материале мы не успеваем чуть-чуть рассказать должным образом о вашем большой работе, которую вы делаете, например, товаром или с какой-то услугой. Поэтому думайте наперед о том, что нужно нам собрать 6-8 касаний для того, чтобы какой-то конкретный результат вы могли увидеть. Идем дальше. И, соответственно, если вы следуете рекомендациями, то мы можем с вами за год собрать около 20 упоминаний. И это, знаете как, это реальная цифра, потому что если мы фокусируемся, то мы вместе с вами находим те возможности и те события, ради которых и о которых вместе можно будет рассказать на нашем сайте. То, что касается спецпредложения, конечно же, мы даем также здесь участникам текущего мероприятия. Обратите внимание, если мы с вами в стратегии заходим и делается там более одного, ну, какую-то серию материалов, то есть возможность сделать с более выгодным вариантом. Все детали также запрашивайте в дальнейшем у Тамары Рева или Александра Лихачева, ну, в первую очередь Тамары, вот, и, соответственно, подумайте, может быть, что-то конкретно мы заложим и в текущем году успеем с вами какие-то стратегии реализовать. Теперь мы уже переходим ненадолучко буквально к печатным версиям еще раз. Вы знаете, это просто тот проект, который да, тот проект, который нами был сделан. Знаете, вот моя задача вот как руководителя в свое время было сделать какой-то материал, какой-то внешний оффлайновый материал, с которым мы будем ходить на мероприятие. Листовки зачем? Не интересно. При этом регулярно хотелось показать о чем мы пишем, как мы пишем. И, конечно же, некоторое время назад у нас появилось желание сделать какой-то журнал, но он все равно не является регулярным. Поэтому у нас есть А5 формат, такой сборник мелодиологии, в котором мы подбираем в зависимости от тематики. У нас уже есть проекты, реализованные для фирмы 1С, вместе с компанией профиндустрии. Вот здесь вы видите дешние потоки автоматизации на 1С. А также у нас есть кейсы, есть технологии для Литела. Это все различные сборники, в одном случае тематические, в другом случае по формату собранные, позволяющие вам распространить ваш материал на другую аудиторию, на ту аудиторию, с которой мы коммуницируем на мероприятиях. Их у нас много. Соответственно, если у вас есть какие-то кейсы или задачи работы на мероприятии в ближайшее время, и вы хотите в том числе получить часть тиража, в котором будут ваши, например, материалы находиться, то обращайтесь, также есть возможность это в ближайшее время запустить в работу, потому что мы в верстку будем уходить в конце августа, потому что в середине сентября нам уже нужно получить тираж. В среднем мы выпускаем около 5000 экземпляров этих сборников, раздаем мы на всех наших деловых мероприятиях, где мы участвуем. Идем дальше. Неочевидные возможности. Да, сейчас мы немножко об этом поговорим, потому как рекламные возможности мы выложили, естественно, на сайте в разделе реклама, и там вы можете, переключаясь между менюшкой, в итоге посмотреть все наши основные направления. Но неочевидные возможности, под которыми мы как раз понимаем такие как календарь событий. Довольно много моих коллег из пиара работают с нашим календарем, потому что мы сюда выкладываем те мероприятия нашей отрасли и следим за тем, чтобы были там максимально интересны обязательно нашей повестке. Вы можете добавить и свой календарь, вы можете зарегистрироваться. И еще один момент, вы можете посмотреть этот календарь немножко по-другому. Там есть возможность переключиться в вариант, когда вы прямо сетку видите для того, чтобы, ну вот там есть соответственно повестка, день, ну вот соответственно вы можете выбрать буквально повестку на весь месяц. Вот такой сентябрь у нас уже планируется. Также мы с некоторых пор начали делить события на разделы выставки, конференции, премии и онлайн. Соответственно, здесь же еще появляются пресс-центры retail.ru в том случае, если у нас они в плане. Сейчас уже в плане, соответственно, можете посмотреть у нас пресс-центры retail.ru будет на вултфуде. Дальше у нас в личном кабинете появилась возможность добавлять, вообще добавлять в избранное. Если вы являетесь нашим зарегистрированным пользователем, неважно бизнес-центра или просто пользователя, вы соответственно имеете возможность с наиболее интересным материалом или к которым вы хотите вернуться, добавить в избранное, то есть такой вот привычной звездочкой и соответственно у нас появится в вашем личном кабинете. Звездочка появляется на сайте в том случае, если вы являетесь зарегистрированным пользователем. Идем дальше и соответственно вот так у меня выглядит соответственно вот моя, мой набор, то есть я там выбрала какое-то количество избранных, вот так это выглядит в личном кабинете, можно отбирать еще и по направлениям. Дальше, соответственно, еще одна неочевидная возможность это персона. Значит, мы в том случае, если с нами либо спикер, либо представитель компании неоднократно поучаствовал в мероприятиях, мы имеем возможность для него завести специальную страницу персона, она через поиск очень хорошо находится и к ней, к персоне мы привязываем материалы, в которых она упомянута. Ну, соответственно, на следующий слайд видно, что на нем вот Руслан Исмаилов, да, и, соответственно, небольшая информация, но важно, если вы, например, из коммерческой сферы и вы как бы являетесь партнером, у нас здесь еще есть возможность вывешивать контактную информацию, которую вы готовы делиться с аудиторией, так что такой вариант продвижения тоже есть, и все материалы, которых вы упоминаетесь, или там, ну, вот ваш коллега, да, соответственно, они здесь могут появиться. Обдельно обращу внимание, коллег из торговых сетей, пожалуйста, если вы знаете, что по какой-то причине вашего топ-менеджера нет у нас на сайте, а о нем неоднократно писалось или там где-то упоминалось, предоставьте нам эту информацию, мы обновим и перепривяжем материалы, у вас будет уже сразу для топ-менеджера отдельная страничка на сайте. Что ж, идем дальше. И еще один момент, это тематика. Как вы видите, у нас сейчас на сайте активно идет сотрудничество с фирмой 1С, и в частности, вот вместе с ними мы разрабатываем отдельный раздел, тематику автоматизации на платформе 1С. Также у нас еще есть одно плотное сотрудничество по направлению собственного производства, где тоже мы это направление взяли в более активную проработку. Если вы чувствуете в себе силы и желания, ваша компания считает правильным развивать какое-то направление, вот именно какую-то конкретную тематику, то мы можем с вами зайти в долгосрочный контракт, в рамках которого мы будем присылать, будем создавать больше материалов, и будет эта тематика развиваться, и по мере возможности эта тематика будет также появляться с разным размещением через все страницы сайта. А что касается взаимодействия именно по направлению автоматизации на платформе 1С, ко всем обращаюсь с предложением еще одного неочевидного момента. У нас есть возможность размещать кейсы, которые созданы на платформе 1С на бесплатной основе, в том случае, если этот кейс заинтересовал аудиторию, заинтересовал редакцию, и если у вас есть интересные какие-то решения, которые сделаны на программном языке 1С и на платформе 1С и какими-то интересными архитектурными решениями, то обратитесь к нам, мы постараемся рассмотреть ваши и, соответственно, создать этот материал, он выйдет на бесплатной основе, но в любом случае, конечно, расколосование будет требоваться. Это наша такая совместная длительная работа с компанией, и, соответственно, нам позволяет довольно много материалов уже выпускать в год. Еще несколько тем, в которых мы фокусировались в последнее время. Понятно, что IT-направление у нас остается всегда в фокусе. мы более плотно занимаемся направлением собственного производства, собственной торговой марки, денежные потоки в ритейле, это тоже финансовое направление нам интересно. Ну, новая логистика, в логистике, естественно, мы копаемся регулярно, находим какие-то новые вещи, да, но в целом мы не говорим о том, что мы в этих других направлениях не смотрим. Мы также продолжаем срез информации собирать, но есть некоторые фокусные темы, на которые мы более внимательно смотрим. Если вы хотите, чтобы ваша тема появилась в фокусных темах у редакции, обращайтесь, но здесь только долгосрочное сотрудничество предполагается, мы не работаем здесь в какой-нибудь короткой перспективе, это очень неэффективно ни для вас, ни для нас. Идем дальше, и дальше у нас получается один из таких проектов, про который я хотела сделать анонс именно на эту аудиторию, мы уже, конечно, начали делиться этой информацией с нашей части аудитории, именно с теми, куда мы точно едем. Да, у нас буквально через неделю я стартую, даже меньше, чем через неделю, в экспедицию ритейл.ру. Мы решили сделать, завести такой хэштег ритейл-экспедиция, и я поеду сначала на машине, потом немножко полетаю. вот такой план больше десяти городов, в которых мы хотим сделать съемки и видеорепортажи в торговых сетях, записать интервью, то есть тот онлайн, который у нас был в последнее время с директорами сетей, владельцами сетей, немножко в оффлайн перевести. Соответственно, я очень хочу посмотреть, что и как происходит в регионах, вот такой план у нас предполагается, вот столько, вы представляете, какая география, действительно от Урала до Дальнего Востока, в трех городах мы постараемся сделать небольшие мероприятия на региональном уровне, Екатеринбург уже запущен контент и уже пошли регистрации, в Красноярск мы буквально в ближайшие дни вывесим программу, и сейчас определяемся в Хабаровске или во Владивостоке, где-то еще мы тоже постараемся сделать активность. На это все у нас есть буквально месяц с копейками, то есть 30 августа я уже должна вернуться в Москву, и если у вас появляются какие-то идеи, которые связаны с этим, если у вас есть какой-то задор по этой теме, поговорить, обращайтесь ко мне, мы вам пришлем специальную презентацию, где все детали написаны, и, соответственно, если вот здесь интересы какие-то вы представляете, то обращайтесь. Я очень надеюсь, что это у нас будет первая, но не единственная экспедиция, у нас есть определенные идеи дальше, я не буду сейчас в этом эфире о всех деталях рассказывать, тем партнерам, которые с нами зайдут в проект, конечно, этими деталями мы поделимся. И еще один тот момент, информационный след экспедиции, что мы предполагаем по итогам первой части, не менее 50 материалов по итогам поездки, которые, конечно, будут включать текстовые материалы, видеоматериалы, подкасты, само событие, тематика на сайте, после того, как мы уже наберем туда информацию, да, и вот это все будет вот в ближайшее уже время. Да, быстро, но как только мы поняли, что мы можем инвестиции на это получили, соответственно, мы решили, что не будем откладывать, постараемся в этом году запустить первую серию. Далее. И теперь уже переходим к большому блоку и уже завершающему на самом деле блоку. это вот видеопроекты, ну, сейчас касаемо выставок, еще у нас немножко по онлайну будет. Соответственно, у нас очень много оффлайн-активностей. Это видеопроекты на выставках в пресс-центре retail.ru, сами выставки, где мы делаем совместные стенды и конференционные, и, конечно же, наши активности, о которых мы уже столько всего делаем. Да, вот буквально совсем недавно у нас закончилось мероприятие собственно производства как конкурентное преимущество торговой сети. Нас посетило более 170 участников. Два дня мы работали. И, вы знаете, весь контент снят, уже находится на сайте. Вы можете зайти в событие собственно производства как конкурентное преимущество торговой сети 2022 и, соответственно, видео, материалы там посмотреть. Отдельно благодарность тем компаниям, которые нас поддержали, и мы будем продолжать и дальше этим заниматься. Ну что ж, да, дальше мы сейчас буквально идем. Следующий слайд, да. Важный момент. Если вы организатор, если вы занимаетесь организатором, организацией регулярно мероприятий, то ваш контакт, опять же, Елена Захаренко, ее электронный адрес в данном случае general.sobach.com.ru Елена уже многие годы помогает мне вести календарь событий и, соответственно, именно к ней вы можете обратиться по размещению событий. Обращайтесь. Далее. Вот совместные стенды на выставках. Трудный проект, но уже очень любимый, очень понятный. Retail.ru крупными стендами встает вместе с партнерами на мероприятиях. И вот здесь сейчас будет небольшая зарисовочка того, как мы работаем на выставке World Food. Вообще, на World Food мы делаем очень много. И у нас там и пресс-центр, и совместный стенд, и шесть активностей. Вот так выглядит наш совместный стенд с партнерами. Причем, мы уже научились делать варианты, когда... Вот сейчас буквально будет слайд, где будет картинка, где будет видно, что помимо того, что отдельные рабочие места, а есть возможность все выделенные сделать большие места. В данном случае мы делали совместно с компанией 1С. Соответственно, если какие-то идеи у вас появляются, присоединяйтесь. Здесь пресс-центр, также мы активно работаем со съемками, крупные, более 30 крупных видео записываются с топ-менеджерами и спикерами, и что-то порядка 140 видео было отснято за 4 дня прошлой выставки. Здесь вы видите картинку того, как у нас проходит World Food Retail Academy, где я работаю... В этот раз я делаю 5 активностей в рамках World Food Retail Academy, и в рамках большого форума мы делаем еще одну активность кейс ценностей. Там чуть дальше у нас будет один слайд, где информация будет. Но здесь вы уже увидели, как это. И если мы говорим... Давайте следующий слайд, Соответственно, что включено и как это выглядит. Здесь также на картинке все представлено. Важный момент. Выставка. Это не только вот здесь пришли, отработали и ушли. Выставка – это подготовка до, подготовка после. Я думаю, что в сентябре месяце я успею провести вебинар. У меня уже подготовлен контент для того, чтобы рассказать свое увидение, как эффективно работать на выставке. И если вы захотите в таком поучаствовать, постучите, пожалуйста, Елене Павловой в ответ на то письмо, которое вам пришло сегодня, ну или вчера. И, соответственно, она расскажет, в какой момент такой вебинар состоится. Но в любом случае приглашение на сайте также появится, ну просто целевой какой-то запрос. Мы сейчас увидим, сколько человек захотело точно посмотреть. Там контента часа на полтора-два, не меньше, потому что, ну, действительно, хорошая технология отработана. За моими плечами что-то порядка, наверное, 700 отработанных мероприятий, поэтому, конечно, ну, есть чем поделиться. И если мы говорим именно про совместные стенды, то синергетический эффект он максимальный. мы делаем. Хороший месте стенд большой, заметный, уже, ну, хорошей-хорошей застройкой. Рядом есть активность в виде пресс-центра, если мы говорим про выставку World Food. И это все позволяет нам очень комфортным образом работать на том трафике, который создает сайт retail.ru, деловая программа самой выставки. Ну, а остальные, конечно, лиды, которые вы там доберете, если вы работаете вместе с нами, конечно, не меньше зависит и от вас в том числе. Кстати, отдельный момент, что, ну, вот вы можете увидеть, как на фотографии это выглядит. То есть, вот представляете, какая здесь сразу концентрация всего связана с ритейлом. И действительно, на вот эти пресс-центры приходит очень много топ-менеджмента. И надо понимать, что вот если вы смотрите на эту картинку, то за мной находится большая деловая программа, куда приходит практически наиболее активная аудитория, которая посещает мероприятие. Идем дальше. Да, у нас сейчас в планах выставка CPM и выставка World Food. Детали на сайте по выставке World Food уже давно находятся. У нас уже активно прорабатываются партнеры. Уже есть понимание, что есть нестандартная застройка, ну, то есть не просто рабочее место. А если мы говорим про рабочее место, знаете, я вот сейчас стою за белой тумбой, вот в принципе это классическое рабочее место наших коллег на мероприятиях, и в принципе вы можете вполне увидеть, как это выглядит, в том случае, если коллеги покажут. Да, ну, это, кстати, вот прям наше рабочее место, с которым мы постоянно работаем. По совместным стендам обращаться к Александру, и Александр все детали расскажет. Все вот эти нюансы связаны, нужна плазма, не нужна, нужно дополнительно электричество или не нужна. Это к нему, он все это знает, знает, у кого что спросить, где будет чуть дороже или наоборот останется та же цена. По Волкфуд сейчас мы готовы оставить цену, которая 250 тысяч рублей за рабочее место, так что попытайтесь успеть эту цену за собой достолбить, далее мы уже будем работать по повышенному ценнику. Идем дальше. мы работаем с деловыми программами на различных выставках, я уже немножко обратилась к Modern Baker, мы уже ее посмотрели. Да, и вот здесь смотрите, цифровой след мероприятия, вот это самая любимая моя вещь на самом деле, и если вы, ну давайте так, вот простой вариант, вы не берете и не идете к нам на стенд, но вы работаете на выставке, например, Волкфуд, вы знаете то, что у вас будет точно там стенд, и вам нужно пригласить на этот стенд свою аудиторию или там просто сделать анонс о том, что вы будете работать. Вы хотите заранее познакомить с кем-то из участников этого вашего стенда, не знаю, топ-менеджер или руководитель отдела продаж, который будет работать на этом мероприятии, или там вообще представить заранее чуть-чуть то, с чем вы туда приедете, чтобы люди захотели прийти на ваш стенд и посмотреть это воочию. Вот цифровой след мероприятия мы организовываем в двух плоскостях. Первый – это до мероприятия, во время мероприятия мы собираем контент, и уже после мероприятия вот эта вторая плоскость, это все выпускается. Соответственно, таким образом мы в том числе запускаем круговорот контента в природе, да, то есть вот мы вот про эти 360 градусов можем прямо четко сказать, что буквально вы можете просто отработать стенд, не оставить после себя никакого цифрового следа, таким образом те деньги, которые вложены в очень хорошее, качественное мероприятие, оно, ну, может быть, такой долговременный эффект не будет иметь, а мы вам поможем эту историю запустить в полной мере. Так что, если у вас в планах участие в каких-то мероприятиях, обратитесь к нам, спросите, как мы это делаем, мы вам детали уже отправим, и, соответственно, у нас уже есть реализованные проекты с компаниями, Дебаг, Чеп, еще, соответственно, мы вам покажем, как мы это делаем. Что касается, ну, и наш котик, про него мы тоже там чуть-чуть дальше поговорим. Идем дальше. Значит, да, я уже обозначала, что ближайшие конференции у нас будут на выставке CPM, на выставке World Food, и мы уже начали подготовку к 23-му году. Retail Tech 2023, там у нас будет совместный стенд, пресс-центр и конференции. И пятую конференцию по собственному производству я пока определяю дату, но мы точно ее уже, контент на нее начинаем уже собирать. Я уже начинаю встречаться с нашими спикерами, которые очень активно и готовы делиться большее количество информации. Посмотрим, может быть, мы не через год ее будем выпускать, то есть у нас в июне было мероприятие, а может быть, чуть-чуть пораньше получится провести пятую конференцию. А вот это проект деловой программы World Food. Я здесь с такими красненькими рваными прямоугольничками показала, как бы, где мы работаем. 20 сентября у нас целый день работает, здесь будет конференция по ФРОВ, конференция фирменно-специализированная розница, конференция готовая еда. 21 числа я работаю в формате конференции по развитию конференции кондитерские изделия, по собственной торговой марке будет, и еще там будет один мастер-класс. И 22 сентября у нас будет в рамках в форуме будет кейси ценностей, где также вы можете представить свои кейсы ценностей. 22 числа в первую очередь зовут ритейлеров, у нас на самом деле уже там хорошо. Во всех остальных также мы, конечно же, приветствуем ритейлеров, уже со многими идут переговоры, что именно будет рассказывать на этом мероприятии. но и партнеров мы также приглашаем. Отдельно отмечу, что если вы являетесь участниками совместного стенда, то есть возможность на некоммерческой основе включиться в контент. Но чем раньше вы обратитесь на эту тему, тем быстрее мы и эффективнее с вами пройдем этот путь. Последний момент вылезать во все мероприятия, как вы понимаете, всегда крайне трудно. Идем дальше. Еще один неочевидный момент, как можно еще продвигаться вместе с нами. У нас на всех вот этих мероприятиях мы раздаем, конечно же, свою какую-то раздатку. И мы будем рады поучаствовать в совместных проектах. Вот сейчас у нас готовится очередной выпуск наших блокнотов, которые раздаются на мероприятиях. И вы можете принять участие и стать спонсором такого блокнота. А также помочь сделать новые стикер-паки с Ритейл Ивановичем, которых замечательно берут. на наших мероприятиях. И здесь с вашей эдетикой в том числе можно поработать. Так что имейте в виду, такие возможности есть. Обращайтесь в данном случае к Елене Павловой. Она у меня за это отвечает. Она же вам всем отвечала на письма, на ваши запросы. Она помогает мне организовывать в том числе вот это мероприятие. Так что у нее все детали по данному проекту есть. Обратите внимание, это неочевидная вещь. Она долго хранится, но это долго. Вообще в различных интересных каких-то подарках вот таких вот вещах можно тоже работать, но нужно садиться, продумывать и думать о долговременном эффекте. И опять же, в режиме вот здесь буквально бегом такие вещи, конечно же, не делаются, только в долгу. Мы имеем возможность думать наперед, и я говорю, что мы уже 23-й год активно планируем. Да, происходит вокруг разное, но есть вещи, бизнес, он есть бизнес, мы работаем. Идем дальше. Еще раз, теперь уже про пресс-центры retail.ru. Знаете, несколько лет назад, когда мы запускали этот проект, он был с неочевидной пользой. Сейчас уже явно понятно, что к нему привыкли, мы тренируем аудиторию быстрым спичем отвечать, коротко, быстро, емко. Мы работаем на очень большом количестве мероприятий, и, соответственно, не упускайте возможность прийти и отсняться в коротком виде, которые мы записываем на бесплатной основе прямо на мероприятии. Но отдельно мы приглашаем, конечно, те компании, которые могут поддержать нас как партнеров, вернее, стать партнером наших, соответственно, пресс-центров, и тот брендинговый, то бренд, который мы, брендинговую упаковку, которую мы можем сделать в рамках каждого из видеороликов, а вот на Волдфуде, вспоминаем, в прошлом году мы записали больше 140 видео. Есть видео, которые подлиннее, есть, которые покороче, но в любом случае это очень такой приличный след цифровой, который мы генерируем. Так что приглашаем, конечно же, поддерживать наши пресс-центры тем компаниям, для которых очень важно быть на виду у ритейлеров и производителей, и вообще на виду у потребительского рынка. Идем дальше. В качестве примера здесь у нас показано, опять же, вам эта презентация всегда будет доступна, ссылки вы сможете покликать. Важный еще момент, что все эти пресс-центры, весь контент и прочее, что мы делаем в рамках тех или иных мероприятий, мы привязываем к самому мероприятию. Вот, например, вы зайдя на RetailTech 2022, вы увидите все видео, все материалы, которые были созданы по следам этого мероприятия. Вы представляете, какой мы цифровой след создаем компаниям и мероприятиям, вот когда аккуратно упаковываем это на сайте, методично это делаем, да, и, соответственно, пресс-центры Retail.ru, помимо того, что мы их делаем на крупных выставках и мероприятиях, мы уже стали делать совместно с такими компаниями, как X5, Magnit, для Metro мы работали, и, соответственно, если у вас появляются какие-то задачи корпоративного характера, где нужно большое количество контента отснять и сразу же его приземлить, например, к нам на сайт, то такие возможности тоже есть, но надо заранее планироваться. У нас уже сентябрь практически весь расписан, ну, там много всего. Идем дальше. И вот финальный наш блок онлайн-встречи, сейчас у нас также идет онлайн-встреча. Вы знаете, когда в 20-м году началась пандемия, да, и кризис, мне пришлось сделать проект кризис, тот проект, который, ну, скажем так, повысил очень серьезно мою узнаваемость, проведя 10 эфиров, нам стало понятно, каким образом работать в таком формате, но мы переходим к более таким интересным форматам и, соответственно, наши форматы диалоги о ритейле онлайн и диалоги о ритейле спецпроект, это те проекты, которые очень неплохо воспринимаются аудиторией и позволяют нам набирать большое количество качественного контента. Соответственно, мы имеем возможность вместе с вами работать как в формате, когда один на один я записываю интервью с руководителем сети либо топ-менеджером сети, да, так и делать подборку специальных мероприятий, специально какой-то темы, и в данном случае мы говорим там собственную торговую марку, мы делали денежные потопки в ритейле, мы делали по зоотоварам в ритейле, есть новые темы, о которых мы тоже будем прорабатывать, так что если какие-то идеи контентные у вас появляются, обращайтесь, надо ставить в план, быстро, но все-таки не получается. Диалоги о ритейле онлайна сделаются в двух форматах из студии и онлайн, и, соответственно, диалоги о ритейле спецпроект мы также делаем в формате из студии и онлайн. Почему я уже дважды назвала студию? Потому что к нам уже присоединится Денис Малыгин, коллега, который помогает, Денис, привет, рада видеть. Привет, привет. Да, Денис отвечает за ТВ-направление в компании Мегаполис Медиа и, вы знаете, находясь вот здесь сейчас, я понимаю, насколько ребята за эти годы поменяли и добавили возможности в проекте. Знаете, я сегодня приехала в Лакрайне удивлена уже вот такой огромной стене, на которой вся такая красота и я бы очень хотела, чтобы вы познакомились и поняли, что же именно может быть доступным для вас в силу того, что онлайны никуда не уходят и мы понимаем, что их становится только больше и качество все чаще и чаще выходит уже на телевизионный уровень и нам приходится с этим как-то работать, учиться. Мне тоже тяжело в таком формате работать. Мне нравится слово бороться. Бороться, да, где-то есть. Ну, ровно потому, что, ну, представляете, да, когда вроде как кажется, что так легко сделать зум, там, выпустить еще что-то, но чтобы было красиво, чтобы было достойно, чтобы было привычно вот такому яркому, сочному, интересному и контенту и вот именно вот этому качеству прийти, это все-таки требуется действительно техническая помощь очень серьезных ребят. Вот, представляю еще раз Дениса. Денис, покажи, пожалуйста, что может ваша студия и я очень надеюсь, что вам захочется в такой студии поработать. Наташа, спасибо. Ну, на самом деле, мы уже много показали за сегодняшнюю трансляцию возможностей нашей новой онлайн-студии, в которой мы сейчас находимся. Всех приветствую. Меня зовут Денис Малыгин, я руководитель ТВ-департамента Мегаполис Медиа. И я помню, как мы начинали несколько лет назад в далеком 2000... Какой это? 19-й год, да? 20-й. 20-й году, как мы делали диалоги о ритейле онлайн через скайп. И за это время мы очень сильно продвинулись в борьбе за качество. Сегодня мы находимся в диджитал-студии Мегаполис Медиа, и мы ее так называем. Благодаря двум большим экранам она может трансформироваться в абсолютно любую площадку под любой формат, который необходим вам. Сейчас я пробегусь по форматам и возможностям. Есть пять основных, скажем так, столбов, на которых стоит весь видеопродакшн, все онлайн-трансляции. Это видеоподкасты в записи, это открытый диалог с руководителем компании, это шоу-трансляция, масштабная история, в которой мы объединяем большое количество коллег за одним, грубо говоря, праздничным столом, и причем праздничный столом, стол у всех общий. Также есть формат телерадиотрансляции, это отдельная история изобретения компании Мегаполис Медиа, между прочим. И видео-дайджест ежемесячный, еженедельный, давайте по каждому формату подробнее. Видеоподкасты в записи, это отличный формат, если мы хотим донести какую-то глобальную важную вещь до наших сотрудников и доносить ее еженедельно, ежемесячно. В чем плюсы данного формата? Это запись. Мы можем выбрать определенную тему, пригласить эксперта, ведущего от компании Мегаполис Медиа, и реализовать и закрыть боль ваших сотрудников в каком-то определенном вопросе. Или же пригласить топ-менеджера компании, чтобы он рассказал о том, что сейчас происходит. Почему это хорошо в записи? Потому что у нас не будет страха перед камерой у участников этой записи. и плюс мы можем вырезать все спорные моменты, которые попали в объектив нашей видеокамеры. Также есть формат номер два. Это онлайн-диалог. Он похож на видеоподкаст, только делается в прямом эфире. В чем плюс здесь? Здесь мы можем подключить зрителя онлайн-трансляции и сделать его участником нашего творческого процесса, нашего диалога. Он может задавать вопросы с помощью мобильного телефона. Позвонить на горячую линию, он может написать в WhatsApp, Telegram. Эти сообщения будут отмодерированы, переданы ведущему в студии, и он их задаст вашему топ-менеджеру или какому-то еще коллеге. Очень интересный формат, когда мы приглашаем руководителей подразделений, то есть ведущий от Мегаполис Медиа в нашей студии интервьюирует руководителя подразделения, который раскрывает внутри его департамента, о которых другие департаменты даже не знали. Очень классный формат, рекомендую для использования, для просвещения, для активной коммуникации со своим большим коллективом компании. И переходим к следующему формату, это шоу-трансляция. Масштабное мероприятие, в котором участвуют каждые сотрудники. Я уверен, что в крупных компаниях, да и не в крупных, собрать всех коллег в одном месте, это достаточно сложная задача. Мы закрываем эту задачу с помощью большой масштабной шоу-трансляции, в которой может поучаствовать любой сотрудник. Он может выиграть подарок, он может посмотреть интересный сюжет, интервью с топами, сюжеты про сотрудников компании, какие-то развлекательные истории и просто интегрирование ценностей внутрь этого эфира. Мы конечно же разрабатываем концепцию под каждое мероприятие. Кстати, сейчас мы видим это магнит День работника торговли в прошлом году. Вот такая тусовка у нас собралась, где выступали топ-менеджеры по прямой связи. В нашей студии были трое ведущих, которые поддерживали настроение на протяжении всех нескольких часов нашей телевизионной трансляции. Обязательно хорошее настроение будет гарантировано вашему коллективу после просмотра подобного мероприятия. Еще один интересный формат это телерадиотрансляция. Что это такое? Ее плюс основной телерадиотрансляции заключается в том, что у нас есть возможность на протяжении нескольких часов держать наших слушателей в таком внимании перед тем, что происходит у нас на экране. У зрителя и слушателей есть возможность либо, простите, за тавтологию слушать или смотреть нашу трансляцию, участвовать также в активных розыгрышах. Кому подойдет этот формат? Компаниям, чья география сильно разбросана по часовым поясам. Потому что, допустим, мы можем начать с 9 утра, закончить в 8 часов вечера, и таким образом мы охватим и Дальний Восток, и Москву, и Калининград. Вот это очень популярная история для техкомпаний, чья география широка. Также мы в студию приглашаем спикеров, они в прямом эфире общаются с нашими ведущими, отвечают на вопросы, могут участвовать сами спикеры в интерактивах, которые мы предлагаем под тематику мероприятия. Ну и обязательно не забываем про подарки. Упомяну. Отлично. Где может располагаться телерадиостудия? В офисе заказчика, то есть в вашем офисе, или она может располагаться прямо здесь на фоне интерактивных экранов. Преимущество студии этой, еще раз скажу, быстрая кастомизация под конкретного заказчика. Ну и еще один интересный формат, по моему мнению, это видео дайджест. Классная история для тех, кто хочет объединить в одном упакованном продукте все главные события компании за последнее время. То есть это актуальный продукт на момент выхода. Из чего он состоит? Он состоит из нескольких блоков. Первый блок, который мы для себя, грубо говоря, отметили, это новости компании обязательно, как же без этого, где наш ведущий в студии, забрендированный под ваш брендинг, опять автология, рассказывает самые последние новости. Берет интервью у сотрудников, проводит какие-то интерактивные конкурсы, разыгрывает подарки, берет интервью у топ-менеджеров компании и обязательно держит руку на пульсе повестки компании. Мы рекомендуем использовать час хронометража этого дайджеста, который будет выходить на вашем портале, либо на специальной странице, которую мы подготовим для вас, чтобы у человека сформировалась привычка заходить, допустим, на сайт названия компании, точка медиа, и на этом сайте постоянно будут публиковаться новые выпуски этого видеодайджеста с интересной, действительно интересной информацией, сюжетами и подобным. Если вам стало интересно и вы хотите подробнее узнать про остальные форматы, потому что пятью вот этими столбами не заканчивается весь видеопродакшн, я крайне рекомендую вам сейчас поднять руку с помощью действия внутри зума. У нас есть специально обученные люди, которые следят за тем, кто сейчас поднимет руку, и мы вам на почту пришлем, направим дополнительную информацию, свяжемся, еще можем назначить встречу, где мы проведем вам экскурсию прямо здесь в нашей студии, покажем, как это работает, либо встретимся у вас в офисе, либо в зуме, поэтому поднимайте руку с помощью действия внизу экрана в зуме, и не забывайте, можете отправить нам ваши контактные данные на почту tv-собака-мегаполис точка медиа. Эта почта прямо сейчас появится на ваших экранах, запишите ее, все очень просто, tv-собака-мегаполис точка медиа. Направляйте туда ваш запрос, мы проработаем любую вашу задумку, предложим креативную концепцию, и в итоге реализуем мероприятие под ключ. Также у нас есть сайт, у кого его нет, 3w-мегаполис точка медиа. Можете посмотреть интересные кейсы, которые мы там публикуем, новости про наши проекты, и заходите на специальный сайт трансляции точка онлайн. Welcome! Мы вас ждем, очень хотим пообщаться, и хочу еще отблагодарить Наталью. Спасибо большое. За предоставленную возможность рассказать вам о наших продуктах. Ну, от меня, конечно же резервирован за то, что, знаете, я утром пришла, я не понимала, не знала, в каких условиях я буду работать, но я преотлично понимала, что все будет замечательно, и это, конечно, отдельное удовольствие понимать, что можно работать с профессионалами, у которых есть все, и на все вопросы о них есть ответы, а еще есть вопросы, которые я легко отвечаю, и они быстренько интегрируют уже вот те задачи, которые нам нужно решить. Спасибо еще раз. Ну, что ж, а я предлагаю уже потихонечку завершать, наверное, мой последний слайд это контакты моих коллег. Да, вот я сейчас не буду уже, я предлагаю прям дойти до финального слайда, где, соответственно, ключевые контакты моих коллег, к которым можно обращаться по всем направлениям, о которых мы говорили, я принципиально не выкладываю в мобильные телефоны моих коллег из-за редакции, это отдельная наша боль. Я стараюсь, ну, все наши направления, все мои коллеги очень быстро отвечают на электронную почту, пресса собачка ритул.ру это ваш ключевой e-mail, если вам нужно направить материал или новость в редакцию, все остальные телефоны или электронные адреса у вас на экране сейчас. Что ж, я на самом деле на этом, наверное, свою презентацию считаю завершенным. Надеюсь, для вас это было полезным. Сейчас я готова с вами поговорить уже, отвечая на вопросы. Соответственно, если мы говорим про... Вот я уже вижу в чате, то есть я так же подключена, как и вы, в Zoom. Соответственно, если вы хотите какое-то видео, если вы хотите какой-то вопрос голосом задать и чтобы мы вас вывели в эфир, пожалуйста, поднимайте руку и пишите ваш вопрос. Соответственно, мы вас выведем уже в эфир. Что касается уже тех вопросов, которые я увидела. Ну вот я вижу, что просто представление было от Юлии, компания InBioTech. Ну, соответственно, я понимаю, что вам точно можно и нужно зарегистрироваться в бизнес-центре retail.ru. Опять же, это с помощью заходится в раздел бизнес-центр. Есть кнопочка зарегистрировать поставщика. Проходите через некоторое время, в течение обычно рабочего дня у нас идет подтверждение регистрации, после чего у вас появится уже доступ в личный кабинет. Еще раз напоминаю, что если какие-то сложности возникли, у вас есть контакт мы считаем, мы считаем, что в данном случае есть достаточно правильные работающие на этом рынке компании, которые исследованиями занимаются, но мы имеем возможность, может быть, в каких-то вещах с ними вместе по сотрудничею, но здесь надо уже детально прорабатывать, соответственно, обращайтесь с конкретными вопросами, с конкретными задачами, будем обсуждать. Один момент касаемо IT-тематики, я здесь, наверное, проговорю, для всех это будет важно, есть, в силу того, что у нас есть крупный IT-партнер, с которым мы работаем в долгую и имеем долговременное сотрудничество, у нас есть такой момент, что мы не на всех материалах имеем возможность, не всю, вернее, можем брать в работу IT-повестку, потому что у нас ее и так очень много на сайте, поэтому, когда вы получите мои презентации, вы увидите, что там есть коэффициент 3.0 на тему IT-направления, ну, ровно потому, что есть определенное, если мы будем откликаться на все запросы по IT-тематике, то у нас сайт превратится в IT-портал, посвященный IT. Мы этого отозначенно не хотим, поэтому, скажем так, есть определенные ограничения. Я предлагаю, наверное, еще там задавать вопросы, я понимаю, что, может быть, какие-то вопросы могут, ну, вы хотите там лично задать, в принципе, вы можете мне в личку написать, я не буду вас называть, то есть, вот мне в личку, прямо вот есть Марва Наталья, выберите, и, соответственно, именно личный контакт, вот, вот, да, вот Оля уже ответила, именно последствия компании, мы тематику, действительно, мы не можем делать, вообще, вот тема исследований, знаете, иногда, конечно, хочется начать этой темой заниматься, но я преодлично понимаю, что мы в первую очередь, компания, как бы, сайт, который создает контент, и ведет такую летопись того, что происходит здесь, сейчас на нашем рынке, и именно этим мы активно занимаемся многие годы. Еще, есть ли еще вопросы? Как вам студия? Понравилось ли то, что вы увидели? Знаете, для меня тоже было удивительно работать, я вижу, что у нас больше 30 человек в чате, и как-то бы хотелось с кем-то из вас пообщаться, может быть, на видео выйдете, кто-то? Виктория, да, с Викторией, так, есть ли готовые предложения по контент-стратегии для поставщиков и ритейли в бренд-стратегии Макаронка? Да, Дмитрий, как раз вот в разрезе товар на полку, во-первых, у меня был там отдельный слайд, который посвящен в целом мероприятию, которое мы проводили в рамках выставки прод-экспо, отлистаем этот слайд, есть видео прям про товар на полку, но первое, что мы делаем для того, чтобы максимально представить вашу компанию у нас на сайте? Первое, это, если у вас есть спикер, которого вы хотите, чтобы, ну, есть основатель или там, не знаю, гендиректор компании или какой-то топ-менеджер, который наиболее заметен при общении с ритейлерами, еще раз повторяю, мы B2B-сегмент, да, то есть мы говорим в данном случае на бизнес-аудиторию, то есть вы можете представлять в качестве интервью именно человека, который чаще всего взаимодействует с сегментом ритейла. Соответственно, в первую очередь это интервью, далее мы делаем, предлагаем делать проект товар на полку, товар на полку есть в двух форматах, есть сокращенную версию, фактически это статья, есть развернутый вариант, когда помимо большой статьи мы делаем до продвижения, то есть это и баннер будет, и продвижение на сайте, в соцсетях дополнительно, это будет подкачка с помощью Директа, Яндекс.Директ, да, а также будет дополнительно SEO-поддержка, потому что этот материал надолго остается у нас, ну все материалы надолго остаются на сайте, но этот вот мы стараемся вначале очень здорово качнуть для того, чтобы он полетел более активно. Мы трезво понимаем, что проекты, связанные с продуктами, а их ведь все-таки может быть много, но они чуть-чуть сложнее продвигаются. И третий формат это фоторепортаж, фото- или видеорепортаж с вашего производства, который таким образом показывает, чем вы обладаете, и, соответственно, приглашает к посещению уже ваших новых будущих партнеров, с которыми вы можете поработать. Еще в рамках стратегии я рекомендую поработать вместе с нами на выставке World Food. Если вы не делаете там отдельный стенд, если вы делаете отдельный стенд, то идеально подготовить цифровой след. В этом случае я вам сейчас накидываю буквально план маркетинговых действий, что можно делать. И мы с вас также, если вы станете участником выставки или участником совместного стенд на retail.ru, уже можем мы вас звать с выступлением в конференцию, которая посвящена кондитерским изделиям. Так что стучитесь, напоминайте о себе. Добрый день, коллеги. Нам очень нужна ваша поддержка представить продукцию фитнес, ЗОЖ и правильное питание в виде натуральных суперфудов и продуктов. Именно для этого создался бренд. Ну, я не вижу вашего имени, к сожалению. Дмитрий, я вам ответила на вопрос, кстати? Надеюсь, что да. Да, спасибо, Дмитрий. О, отлично. Если вы будете принимать участие в выставке World Food, вы можете в свои... Татьяна, да, наверное? Если у вас отдельный... Да, Юля. Значит, если у вас есть... Если у вас уже есть стенд, то я рекомендую зайти в формат цифровой след, который мы вам заранее начнем готовить. То есть, вы подготовите изначально, например, интервью или проект товар на полке. То есть, что-то из этого надо сделать на старте и начать его размещать не менее, чем за две недели до начала мероприятия. За эти же две недели до начала мероприятия можно уже запустить баннер, который будет приглашать к вам на стенд. Во время мероприятия мы с вами делаем видеосъемку. То есть, таким образом, мы подготавливаем отчетное видео о работе вашего стенда, и там же мы записываем интервью с одним из ваших руководителей, что позволяет нам в дальнейшем сделать расшифровку материала. И, соответственно, это видео, которое уже будет смонтировано и доупаковано, разместить у нас на сайте, привязать новость компании. То есть, в итоге, у нас получится полностью упакованный цифровой след вашего присутствия как на Волдфуде, так и на нашем сайте. Вы сразу же приземляетесь с информацией. Вот, соответственно, сюда можно размещать. На текущий момент, так, значит, Юля, я ответила на ваш вопрос? Ну, так, надеюсь, что большую часть информации я вам дала. И да, в любом случае, Юля, если вы не выберете, кстати говоря, цифровой след, то в любом случае приходите на пресс-центре .ru, который будет работать все дни выставки и записывайте бесплатный видеоролик, который просто заберете к себе и разместите на основании этого ролика можно создать и разместить новость компании. Мы здесь до продвижения никакое делать не будем, но вы уже приземлите материал на нужном сайте. Кстати говоря, про новости здесь надо сказать, что если вы пришли к нам на пресс-центр, сделали съемку, то заберите это видео, сделайте на основании его новость и разместите эту новость. Таким образом, дайте второй шанс вот этому видео как-то еще быть переопубликованным. То есть, изначально все видеоролики, которые мы записываем на нашей студии на мероприятиях, они сразу приземляются в YouTube-канал retail.ru. Кстати, также зайдите в YouTube-канал retail.ru, лайкните, нам будет приятно, если вы также станете нашими подписчиками. И наш постоянный след еще идет на Telegram-канале, туда мы, конечно же, видео не размещаем, но часть видео у нас размещается в Яндекс.Дзен-канале, так что мы делаем все возможное для того, чтобы приземлить видео в нужных, наиболее читаемых и смотрящих их каналов. Будем ли мы участвовать на выставке PIR 2022? Знаете, на текущий момент планов нет, но цифровой след, вот если мы говорим приход на мероприятие и создание для вас именно вот этой активности, цифровой след, мы делать можем на любой выставке, вне зависимости от того, работаем ли мы там с совместным стендом, пресс-центром или нет. Так что обращайтесь, Александр также вот именно по цифровому следу, ну или и Тамара Александра по цифровому следу может внимательно рассказать. Надо будет посмотреть на даты, я... Раньше мы на выставке PIR участвовали очень активно, много старались не пропускать ее, но в последнее время как-то так случилось, что мы, наверное, ну вот как-то вот у нас очень много именно на эти даты накладывается еще активности, и у нас с великой задачей идти туда не стояло, ну может быть вы простимулируете, посмотрим. Да. Какие у нас еще вопросы? Я видела, что у нас присоединились коллеги из торговых сетей, я здесь еще что проговорю. У нас был в начале года эфир специальный для торговых сетей, я не думаю, что я в ближайшее время буду его отдельно повторять, если вам хотелось бы посмотреть, как мы упаковали информацию именно под это направление, в принципе, мы ссылку вам можем прислать. Стукнитесь, пожалуйста, Елене, у Елены вся информация, Елене Захаренко, либо Елене Павловой, у обеих Елен есть эти ссылки, но там такой эфир был, ну вот не такой красивый, как сегодня, поэтому мы решили, что мы его не будем выкладывать в общий доступ, просто предоставляем ссылку на посмотреть, тем, кому это может быть интересно, вот, плюс там уже надо обновлять информацию, факт, но там информацию нужно обновлять в части планшек-планов, основная суть там вся есть, поэтому, если вы хотите какую-то специальную информацию еще именно под вас заточенную посмотреть, то, скажем так, обратитесь. И еще важный момент, вы как ритейлеры регулярно занимаетесь с открытием магазинов, появляются какие-то задачи пиар-характера в части съемок, вспомните о нас, когда вы очередной будете готовить, ну, не знаю, там флагман открывать или еще что-то, вспомните о нас чуть-чуть пораньше, мы готовы, например, быть в данном случае подрядчиком по видеоконтенту и параллельно набрать контента для видеорепортажа, который выйдет у нас на сайте, там, или фоторепортажа, мы будем очень рады по сотрудничеству в этом направлении, так что, ну, просто welcome. Да, Люба, спасибо большое, вы, кстати, очень рада видеть. Значит, теперь, да, вообще практически не затронула момент, связанный со спикерством. Значит, я выступаю модератором и сопродюсером большого количества мероприятий, и, да, мы подбираем спикеров на мероприятия. Люба, я предлагаю сделать следующее, касаемо СПМа. Первое, обратиться к Елене Павловой, которая раньше была у нас в Зайцево, да, кто-то ее помнит, как Елену Зайцеву, и тему прямо присылайте, пожалуйста. Вообще, если вы вообще в целом к аудитории обращаетесь, если вы являетесь практикующим спикером и еще не работали вместе с нами, то ваш основной контакт по данному направлению, это Елена Павлова, ее электронный адрес events.sobachka.ritel.ru Елена, я прошу написать сейчас в чате этот адрес, и, соответственно, вы как бы встаете среди всех наших потенциальных партнеров по мероприятию, к кому мы можем обратиться за очередной новой темой или поднять какую-то старую тему. Да, в этот раз на выставке СПМ мы не делаем свою прям отдельную часть, то есть там я буду часть модерировать, но мы все равно очень активно входим в весь контент в целом всего мероприятия. По плану у меня работать там 1 сентября, но еще там есть одна идея, которую, возможно, мы поддержим коллег, и, соответственно, спикеры нам потребуются. Куда я сейчас активно набираю спикеров? Именно из ритейлеров, с кейсами и прочее, это, конечно же, World Food, там много, объемно, но и там есть уже темы, которые по консалтингу, ну, те коллеги, которые занимаются консалтингом, тоже могут обращаться. Вообще, к Елене же можно и нужно обращаться по направлению вебинаров на retail.ru, у нас этот проект уже работает давно, в ближайшее время будут вывешены новые даты, и если вы хотите поучаствовать и отдать контент полутора-двухчасовой на нашу аудиторию, то также welcome к Елене, Елена вам все расскажет. Так, какие у нас еще есть вопросы? Коллеги, проявляйтесь, если вы не можете, не готовы там рассказывать на всех, то, ну, скажем, задавать вопрос на всех, но действительно пришлите в личку, как минимум здесь я постараюсь ответить. Так, хорошо, давайте тогда сделаем следующим образом. Я сейчас стою, как я в любом, я вижу, что у нас там около 30 человек сейчас находятся в чате. Мы работаем по всем направлениям, соответственно, я со всеми контактами вас в очередной раз там познакомила, если вы первый раз, если вы не первый раз, то, соответственно, можно. Кстати, я вижу в чате одного из наших партнеров, Александра Кизима, можете, есть вот все темы, которые мы работаем в направлении СЕО СММ, работаем с коллегами из Интерволги, коллеги работают в Волгограде, так что вот СЕО проработка и прочее, мы сотрудничаем с Александром, так что, если что, прям вижу, что коллеги тоже здесь и да-да-да, Александр, можете оставить ваш электронный адрес, я думаю, будет правильно, если у вас появляются какие-то задачи касаемо продвижения, у нас, кстати, с ними был очень интересный проект, когда мы делали большую прокачку для бренда, который только-только выходил на российский рынок, и мы помогали совместно, ну, это была большая стратегия, которая частично реализована была в рамках ритейл.ру, в рамках ритейл.ру, а часть была сделана по всей, по другим еще направлениям, и как раз коллеги из Интерволги помогали нам реализовывать эту стратегию и нарабатывать лид-генерацию для партнеров именно в B2B-сегменте. Да, какие секции в рамках деловой программы организует ритейл.ру, и какие условия участия в качестве спикеров. Если мы говорим про выставку World Food, то мы организовываем там пять частей в рамках World Food Retail Academy. Это для нас уже пятый год сотрудничества с выставкой. Я уже говорила, это фрукты, овощи, фроф, кондитерские изделия, собственная торговая марка, готовая еда, фирменная специализированная розница, и в один день мы делаем в рамках форума большого кейса ценности для ритейлеров. Очень красивая площадка, позволяющая достойно представить себя. Мы уже сейчас работаем, да, работаем на тему, мы уже прорабатываем кейсы с Кусвиллом, с коллегами из Ленты, с коллегами из региональных сетей, всех пока не могу перечислять, пока нет явных договоренностей, ну или вот, скажем так, только-только начинаем там активно работать. Но в любом случае в сумме у нас будет что-то порядка 45 спикеров. Касаемо условий, в том случае, если вы являетесь участником выставки, то мы на условиях организаторов, то есть если организатор мне сказал, что вы можете стать участником, ну как, предложил мне ваш контент для интеграции в деловую программу, я, соответственно, беру его в деловую программу. Если вы участником являетесь нашего совместного стенда, то здесь мы принимаем решение, какой контент куда будет интегрирован. Если вы не являетесь участником выставки, то мы можем направить то предложение, которое есть у коллег от организаторов выставки. Вот. Если мы говорим про другие мероприятия, то, ну вот, например, ритлтех, очень большое мероприятие, где мы делаем, там в среднем, ну, я сейчас не хотела бы там про цифры говорить, но там достаточно высокий ценник участия на мероприятии, ровно потому, что на мероприятии очень большой поток, и мы видим, какой интерес и у ритейлеров, и у IT-компаний, и технических компаний для этого мероприятия. Поэтому, я так понимаю, что организаторы где-то осенью, наверное, сделают какую-то специальную презентацию. Не пропустите, чтобы заранее эти слоты занять, потому что очень любопытно наблюдать, когда в последние уже дни перед мероприятием приходят желающие выступить в той или иной сессии и удивляются, что все занято. Действительно, занято сильно заранее многие сессии, особенно раздел маркетинга, направление IT, оно занимает очень, ну, как очень быстро занимает эти слоты. Вот, другие мероприятия, но вот если мы говорим про наши активности еще, вот онлайн, офлайн, вот онлайн мероприятия типа спецэфир, вот спецэфир по какому-то направлению. Здесь идет два варианта, либо мы сами хотим добрать какой-то контент, и в данном случае вы можете выступить партнером нашей активности, опять же, все условия есть у нас, вы можете быть просто брендинговым партнером, вы можете быть партнером с выступлением, а можете буквально обозначить, какую тему вы хотели бы, чтобы мы проработали. В среднем порядка 250, от 250 тысяч рублей стоит, чтобы мы взяли какую-то тему в разработку. Как правило, на подготовку этого мероприятия нам требуется около 3-4 недель, но в первую очередь нам надо заслотировать время, у нас последнее время крайне загруженные получаются даты, вот сентябрь у нас уже весь расписан, в ноябре довольно уже плотно, и мы уже апрель активно планируем, февраль, апрель у нас уже очень активно планируется, так что надо сильно заранее. Ну что ж, я смотрю уже потихонечку начинает отключаться часть аудитории, я, наверное, предлагаю, если вопросов прямо сейчас не появится, завершать наше такое прямое включение из Москвы, из студии Мегаполис Медиа, и потихонечку уже переходить к нашей обычной деятельности. Задавайте, пожалуйста, вопросы, делитесь теми задачами, которые у вас есть, мы готовы быть помощниками директоров по маркетингу в части направления B2B-сегмента потребительского рынка. У нас много есть инструментарий для того, чтобы облегчить вашу регулярную работу в этом направлении. С нами можно идти рука об руку достаточно долго, потому что пока весь круг пройти тех возможностей, которые есть у нас, это долго, мы понимаем, но это в каждом из направлений можно действовать. и в силу того, что у нас на глазах довольно много уже реализованных проектов, и мы понимаем, что это в первую очередь такое хорошее правильное приземление на нашем сайте, которое регулярно читает большое количество читателей, ну вот ежедневно к нам приходит в среднем 20-25 тысяч уникальных посетителей. Знаете, сейчас я, когда готовлюсь к экспедиции retail.ru, я звоню иногда новым для меня контактам, и приятно понимать, что когда я знакомлюсь, спрашиваю, знаком ли вам сайт retail.ru, и в ответ слышу, retail.ru читаю каждый день. Мне это очень приятно понимать, что таких очень много на просторах нашей страны, и теперь вот если в рамках экспедиции, конечно, хотелось бы очень многих людей лично увидеть в их городах. Так что так, ну что ж, я вижу, что вопросов нет, предлагаю тогда говорить всем спасибо и до свидания, и до встречи в других эфирах на мероприятиях retail.ru, на мероприятиях, которые организовывают наши партнеры, где мы являемся активными участниками. Встречаемся под ближайшие даты это выставка CPM 1 сентября и выставка World Food 20-23 сентября. И следите за нашими новостями, подписывайтесь на рассылки YouTube, ВКонтакте, Telegram. Не пропускайте то, что мы делаем ежедневно, каждый рабочий день. Всего доброго. До свидания. Мегаполис Медиа Название, за которым кроется не просто вещательная корпорация. Это команда настоящих профессионалов, способных творить чудеса. Только представьте, мы объединяем не только города, но и страны. Вебинары, конференции под ключ, виртуальные трансляции, новогодние праздники, пич-сессии, телерадиотрансляции, репортажные съемки, день кампании, стратегические сессии, ТВ-шоу. Отдельного пристального внимания заслуживают онлайн-проведение дня кампании и новогодних праздников. Все это способствует сплочению вашего коллектива и повышению корпоративного духа. Эту позитивную динамику уже прочувствовали на себе такие компании, как Газпромнефть, Метро, Перекресток, Пятерочка, С-7 Airlines, Билайн, Мегафон, Ростелеком, Магнит и многие другие. Строим мосты для ярких эмоций и дружеских рукопожатий вместе. Вместе с Мегаполис Медиа.